Приветствую вас. Я думаю, что то, что случилось, это показывает наглядно, что ваша модель поведения, которую вы сделали своей, является корнодеструктивной, корнодеструктивной. И это мешает вам устраивать адекватные отношения с женщинами. Вот. Значит, здесь я вижу определенные сценарные модерны, которые на данный момент, ну вот, пока что, да, являются ключевыми. Значит, у вас ребенок, как вы говорите по молодости, что это значит, что вы старый, но 27 лет вроде как не старый. У вас есть первый ребенок, которым вы относитесь хорошо, но и который был разден вне брака. Вне брака. Тут первый вопрос. По какой причине ребенок был разден без брака? Ну, без брака, вне брака. То есть, если вы не собирались жениться на женщине, то для чего ребенка зачали? Вот. Почему расстались с той женщиной, с первой? Дальше. А, значит, следующий аспект. Вы пишите, первый год было все хорошо, а потом начались клоки, ругани, друзья. Это очень интересно звучит. Начались друзья. То есть, до этого друзей не было, а после друзья начались. Появились такие друзья. Веселые. Да? Ну, видимо. Видимо. Я просто не знаю, как, как, как вы это все понимаете. Эээ, вот. Значит. Из-за чего клок-то начались? А-а-а. Какая основная причина? Склок. У вас была. С вашей стороной. Сторой. Даже так скажем. То есть, не из-за страны, а жены вашей. А-а-а. С вашей стороной. Какие были склоки? Какие были основные претензии? Далее. Вы начали выпивать. Перестивы не часто, но раз в неделю стабильно. Но раз в неделю это, гораздо таки, эээ, самый-самый-самый верхний, верхний порог вхождения в алкоголизм. То есть, опять же, я, конечно, не знаю, вот, но, вот, как это видится мне, да, как это видится мне, это то, что вы по сути, по сути дела. А-а-а, значит, ну, вот, начали впадать в алкогольную зависимость. Вот. И опять же, а-а-а, здесь вопрос, возникает, у меня. Да? А-а-а, почему? То есть, почему вы, почему вы начали впадать в эту зависимость? В алкогольную зависимость. Что обусловило это? А-а-а, жена, естественно, была на взводе, но вас это не трогало, что-то она была на взводе. Я, соответственно, тоже подустал от всего, что происходит. Подустали. А-а-а, что делали, чтобы этого не было? Да? А-а-а, дальше. Потом жена забеременела. И вот как это, вот как это, на фоне, так сказать, а-а-а, того, что вы ссорились? Вот. Вот. А-а-а, как это на, на фоне, на фоне того, что вы ссорились, а, выглядит, понимаете? Понимаете? Далее, ссоры прекратились, а вы ожидали, что они не прекратятся. Это все абсолютно, опять же, нужно разбирать, да? Почему? А-а-а, у жены, мамы, дяди живут небогатые, самостоятельные жизни в другой, в другом городе, у тёти, у тёщи одна, тёщи она одна, растила без мужа, значит, проблемы с мужчинами. Она меня сразу не излюбила, хотя я и вполне самостоятельный, ну, тёщи понятно, потому что у неё тоже проблемы с мужчинами, безусловно. У меня есть ребёнок, в общем, не браки, не по молодости, да, об этом я говорил, а сейчас вы старые. Которому я отношусь с инклюзивными, но с его мамой общения не имею. Так вот, далее, в один из дней в гости приехал, и мама, я в этот день пригулял с друзьями. Почему? Мы разругались. Из-за чего? Она собрала вещи, уехала с вами в другой город, потом через пару дней осознала, что именно осознала. Что я натворил? Что вы натворили? Что вы натворили? Вы же ругались, вы же какие-то свои частицы выращались, что это были за чёт? Чего вы хотели? Что вам не хватает? Надо же бросить прощения, за что? Стараться меняться? Куда? В какую сторону меняться вы хотели? Так, в действи... Причём не на словах, в действительности. Как это проявляется? Для чего вы менялись? Я понял, что они для меня... что они для меня главное в жизни. Сегодня она везде не писала, я узнал, что в ночь у неё произошёл выкид, что это свои же и переписывали с ней, вероятно, всё это время. Её мама сказала, да. И она слышит руку, говорит, что я провалил её жизнь, ненавидит меня и т.д. В общем, застрелится охота, я потратил двух самых дорогих людей на свете, я не знаю, что мне делать. Я не знаю, что мне делать, чтобы что? Василий. Чтобы что делать? Если вы начали менять, то меняетесь, жена увидит, что вы поменялись, если у неё чуть-чуть другом, а чуть-чуть в окно остались, она вернётся. Если не осталось чувств, то вы встретите другую женщину, с которой вы уже не будете повторять тех ошибок, которые вы совершили. Вот и всё. Если вы не хотите, чтобы такая ситуация повторилась, нужно проанализировать ваше поведение и избавиться от деструктивных паттернов, которые в нём присутствуют. Вот и всё. Но вы, Василий, не написали свой запрос, не знаю, что мне делать, что делать, чтобы что. Знаете? То есть вы не готовы себе пока цели ставить, не готовы запрос к психологу формулировать. Жена сваливается на ласку, ведь она тоже ругалась, она тоже взятывалась в соли. Поэтому здесь процентов 50 на 50 ответственность. Вам нужно взять ответственность свои 50% на себя. Вот. И именно с этим на пятью десяти процентами нужно и работать с вами. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Будрато ночи». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Всё. 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 Продолжение следует...